Когда все зрители СтопГейма перестали разбираться в мобильных играх? Когда они уже отчаялись, в их жизни появился лучик света. Это был он, возродивший самую регулярную ежегодную рубрику. Мобильный Уэс, мобильный Уэс, его не ждали, но вот он здесь. Играет он в мобилочки, драки, квесты и гоночки, ура! С нами мобильный Уэс. И последняя ремарка перед стартом. Часть фото же записана не с королевского ПК-эмулятора с сохранительным графоном, а со смартфона, потому что так тупо удобнее играть. Заранее сорян за лишние черные полосы или масштабирование. А теперь вперед, мои мобильные геймеры! И начнем с самого слабого, на мой взгляд, мобильного продолжения. Это The Sims Free Play. Почему самого слабого? Ну, давайте взглянем на трейлер игры. Хм, вполне достойный редактор. Разнообразный интерьер, окей. О, и животные есть. И отношеческая фигня. Выглядит очень даже по-симсовски, окей. А теперь заходим в игру. Так, ну пока все действительно похоже на Sims. Да, с графикой уровня первой или второй части, но все же дух игры явно присутствует. Ровно до тех пор, пока вы не решите совершить какое-либо действие. Потому что все здесь напоминает нам о том, как много времени мы тратим на телефонную игру. Хочешь сходить в туалет? Это целых 7 секунд твоей жизни. На посадку самых дешевых овощей уйдет 30 секунд. Болтовня персонажа съест минуту. А работа займет, я не шучу, целых 9 настоящих человеческих часов. И даже на изготовление сраной яичницы с беконом вы потратите 5 минут. Да я сам постарею, пока выращу свою Sims семью. Господи, мне еще никогда не было так тяжело записывать футажи мобильной игры. Этот болван просто 5 минут одной единственной анимацией мешает свою стряпню. Ты можешь хотя бы шевелиться разнообразной. И если в компьютерной версии Sims вы им проматывали время, когда хотели, чтобы задания выполнялись быстрее, то тут вам, не знаю, можно поспать и рыл. Или ускорить действия за очки стиля жизни. Сокращенно очки SG. Конечно же покупающиеся за деньги. Большие деньги. В такие моменты только и думаешь, что Sims FreePlay была создана исключительно, чтобы выживать деньги с банковской карты. Купить за рубли здесь можно и симолеоны. Они пойдут на покупку домов, мебели, одежды и прочего. И те же самые очки SG, за которые также можно получить суперэксклюзивную косметику. И разные ключи, и прочую дребедень. Хотя без этого можно обойтись. Потому что в мобильной Sims мы не закреплены за конкретной семьей. Нам дают играть сразу целым городом со всеми его жителями. То есть пока эта тупица продолжает тыкать свою ишницу, вы можете отправиться и надавать задания другим персонажам. Или построить что-нибудь новенькое в городе, если накопили достаточно денег и опыта. И если играть в Sims FreePlay в таком режиме, то с натяжкой ее можно назвать неплохой мобильной игрой. То есть, например, ты утром запустил приложение, поковырялся в нем минут 5-10, раздал задания, которые будут выполняться по несколько часов, и заглянул в игру в течение дня еще пару раз, в обед и вечером. Но как Sims, в которую мы играем, чтобы прожить по несколько десятков интересных жизней, FreePlay просто сосет. Почти все действия выполняются преступно долго. А до момента, когда у вас появится много персонажей и активностей, скорее всего, вы просто не дотерпите и удалите игру. Надеюсь, пока я говорил, мой чел справился с чертовой яичницей. О боже, просто умри! Следующей игрой станет вся такая утюпусечная Gears Pop. Это стратегия в реальном времени. Нет, правда, это прям из Википедии. Вот такие РТС у нас на мобилках. Что поделать? Главное, что играется это увлекательно. Механика здесь элементарная, закрепившаяся еще со времен Clash Royale. У нас есть три условных башни, у противника столько же. Каждый игрок со временем копит очки спавна, за которые на поле боя можно вытащить карточки бойцов. Задача ваших милюсичных воителей – добраться до башен и уничтожить их как можно больше до истечения времени. А ваша – отпилить затем голову соперника. Не уверен, уникальна ли эта фича, но в Gears Pop все поле поделено на секции, которые можно захватывать. Чем больше захвачено, тем ближе к базе противника можно будет спавнить бойцов. Как я и сказал, геймплей здесь для мобилки довольно избитый. Ай-яй-яй разработчикам. Хотя они ввели дополнительно челленджи для оттачивания ваших навыков и некий режим Орды. Это ПВЕ, в котором вы каким-то образом копитесь с живым игроком. Пощупать его мне не удалось, поскольку для этого нужны друзья. А с ними у меня, как вы возможно помните, туговато. Да и вообще, блин, чекайте в мобильных играх клана StopGame или StopGame.ru. Вероятно, я уже добрался до вашего любимого приложения и жду помощи. Столько контента проходит мимо. Я вам об этом еще напомню. Вы наверняка подумали, а чем же гирс поп-то затянуть может? Ну, во-первых, вся игра это большой фансирус для фанатов известной вселенной. Мы используем знакомые предметы и видим знакомые лица, да еще и выполненные в прелестном фанко-поп-стире. Уже хочу себе в коллекцию такую мимимишную Кей Диас. А во-вторых, в основе игры лежат ККИ механики. Нам придется выбивать или покупать контейнер с персонажами, чтобы открыть новых или прокачать уровень доступных. А затем тасовать имеющееся войско в разнообразной конфигурации, подбирая ультимативный пик. К сожалению, без вливания денег вам опять придется тратить уйму времени на открытие контейнеров. Итог, ничего крышесносного, но хорошо работающий и давно известный геймплей. А самое главное, очень милашно. Отлично подойдет, чтобы позалипать, пока играешь в большую Gears of War. Забавно, но задолго до того, как вышла МК-11, самая настоящая игра сервис, Mortal Kombat уже был самой настоящей игрой сервисом. И, конечно же, я говорю про версию для смартфонов. Одна из фишек подобных игр – это постоянные изменения с момента релиза. И как раз мобильная версия тут проявляет себя максимально. Ведь запускалась она еще вместе с релизом Mortal Kombat X. Даже обучение здесь взято из той сцены из первого трейлера. Однако это не мешает мобильному мартачу теперь во время загрузок показывать сцены из 11-й части. И активно добавлять новых персонажей. Ну, как персонажей? Здесь все капец, как хитро. Mortal Kombat Mobile просто берет наработки своих старших версий и каждый скин преподносит как нового бойца. То есть ты не переключаешь шкурку, а используешь ее как отдельную карточку. Да, мы тут еще и ККИ немного. Также тут присутствуют все признаки дочильни. Нужно прокачивать левел профиля, персонажа, карточки, спецатаки, снаряжение и наверняка я что-то еще упустил. Но есть и вторая половина игры – это сами драки. И, знаете, я очень люблю играть в файтинги на крупных платформах на геймпаде. Но смартфонные драки настолько упрощены, что дая телефон своей двухлетней племяннице, она не моргнув пройдет половину мест на одиночной кампании. Бить здесь надо просто тапами по экрану, а бойцы сами проведут одно из двух чередующихся автокомбо. Иногда нам дают смахнуть в какую-нибудь сторону для мощного завершения удара, а со временем можно потратить местную полоску икс-рея, чтобы провернуть спецприемы. Который мы делаем во взрослых МК, заучив сочетание кнопок, а потом еще и грамотно вплетаем их в мегакомбо. Ммм, кайф. Не то что это. А, и еще в мобильном файтинге два пальца на экране активирует блок. Вот и получается, что ты просто по очереди с противником обмениваешься тычками, отсиживаясь в блоке. Традиционно для МК здесь миллиард различных режимов. Обычная кампания, ПВП, какие-то башни шалкана, временные ивенты, и везде уровень противников разный. Да, он пытается подстроиться под вас, но в какой-то момент будет сложно просто потому, что у противника циферки прокачки больше ваших. Или у вас есть только бронзовые карты, а бессеребренных этот файтинг для вас. И самое нелепое, что нафармить новых бойцов без доната, пипец как утомительно. Я за час плотной игры еле-еле наскреб на трех героев. А рублевый ценник в магазине, пожалуй, стандартный для мобильных сервисов, но все еще пугающе большой. Такова оплата за бесплатную игру, которая, чуть не забыл, довольно охранительно детализирована. Уж куда лучше, чем модельки в Sims. Это единственный однозначный плюс. А в остальном, ну, вы уже поняли, довольно спорно. Это далеко не так круто, как полноценная версия МК, но легко может зайти казуалом, любителям пособирать карточки, а также фанатам вселенной и за кучу фан-сервиса. Почему-то, видя стиль мобильной Uncharted, я ожидал от нее раннера. Наверное, во всем виноват Temple Run. Но Fortune Hunter оказалась довольно годной головоломкой. Опять же, геймплей тривиальный. У нас есть поле, на которое попадает герой, и цель — сокровище. Чтобы до него добраться, нужно нажимать на кнопки, стрелять в переключатели, взрывать проходы, или таскать разные камни. Где-то нужно выстроить правильный путь, где-то избежать смертельной угрозы, и так далее. В общем, знакомая схема. Подобные игры лично меня затягивают поиском самого правильного и короткого пути. Здесь есть мягкое ограничение ходов. Положился в лимит, получил бонусный ключ. Нет? Ну и ладно. А ключи, кстати, открывают местные лутбоксы. К плюсам вновь могу приписать фан-сервис. В игру даже завезли сюжет. В текстовом видео он рассказывает о поиске сокровищ Нейтаном и Салли. А еще занятно то, как Naughty Dog стимулирует вас искать сокровища в мобильной Uncharted. Она дает бонусы для четвертой части на PlayStation. Предполагаю, что это скинчики для мультиплеера, но все равно бонус приятный. Короче, я даже не знаю, за что можно было бы поругать Fortune Hunter. С головоломной частью он справляется на ура и заставляет им пречь мозги, чтобы они окончательно не раскисли. Выглядит приятно и даже не забывает о том, что вы фанат серии и все еще залипаете во взрослую версию игры. Вы сейчас удивитесь, но мобильная Need for Speed No Limits очень круто! И в первую очередь потому, что она, блин, ближе по духу к NFS, чем последние крупные игры серии. Конечно, она аркадна да нельзя, иначе на телефоне было бы сложно в нее играть. Машина едет сама, мы просто тапаем по левой и правой стороне для поворотов, проводим пальцем вверх для нитро и вниз для дрифта. Но атмосфера здесь просто шик! Сразу вспоминается андеграунд. Классная музыка на фоне, красивый город и тачки. Я до сих пор порой поражаюсь, какой графон может быть в мобильных, блин, играх. И ограниченная стрелочками трасса, направляющая тебя строго вперед. Ооо... Недоволен я только тем, что каждая гонка длится, ну, очень уж мало. Большинство заездов я завершал меньше, чем за минуту. Только трек разгонится, а уже финиш пошли в меню. Сюжет здесь какой-никакой есть. Мы в очередной раз гонщик, пробирающийся к олимпу с самого низа. И нам помогает сексапильная гонщица и другие ребята. В компании даже по классике нужно выполнить ряд миссий, чтобы добраться до босса главы. И, судя по меню, контента много. Только открывается он по порядку. И если первая глава проходится с лету, то дальше в ангую будет море гринда. Дело в том, что здесь тоже присутствует некий элемент ККИ. Из лукбоксов мы получаем чертежи определенных машин. И собрав нужное количество, собственно, саму тачку сможем добавить в свой автопарк. И как будто этого мало, характеристики автомобиля нужно улучшать деталями, которые либо даются за прохождение миссий, либо выбиваются в лотбоксах, либо покупаются в магазине. И, конечно же, прогресс пойдет быстрее. Просто добавь донат. И я почти уверен, что в какой-то момент вы просто упретесь в стену гринда, когда покупка валюты покажется лучшим способом, чем переигрывание одних и тех же миссий. Так многие бесплатные мобилки и поступают. Но, во-первых, возможно, я не прав и прогрессия здесь сделана правильно. А во-вторых, даже если стена гринда и есть, это не помешает вам получить как минимум несколько часов удовольствия от довольно трушной мобильной NFS No Limits. И, конечно же, это не так. И, конечно же, это не так. Это мобильная RPG-стратегия. Чувствуете, да, что писать восстание сложно? Но я попробую. На самом деле, это Fallout Shelter под другим соусом. О, это было довольно просто. Что же нам предстоит делать? Во-первых, строить базу. То есть кучу отдельных комнат для крафта экипировки, прокачки ассасинов и добычи ресурсов. Во-вторых, собирать свою команду убийц. Причем все бойцы разделены на классы. Глобально их три. Тень, Специалист и Боец. Но каждый класс разделен на подклассы. Одни теневые ассасины заточены на убийство противников, другие на паркур, а третий на стелс. Одни специалисты занимаются обезвреживанием, а другие — лечением. И так далее. В-третьих, мы выполняем миссии. Их можно разделить на четыре... нет, пять категорий. Первые дают нам ресурсы для строительства и крафта. Вторые — кодекс для прокачки уровня ассасинов. Третьи — ДНК для найма новых войнов или дополнительной прокачки. Видите эти звездочки? Вот я про них. Четвертой миссии — это сюжет. А в пятую категорию я вынес ивентовые задания. Они появляются раз в несколько дней, а за их прохождение щедро сыпятся награды. Кстати, разнообразие ассасинов реально имеет смысл. Каждое задание требует собрать определенную команду для оптимального прохождения. Вы, конечно, можете проигнорировать требования, но если ваши персонажи не слишком высокого уровня, готовьтесь к провалу. И, боже мой, эта игра сделала просто всё для того, чтобы заставить игрока залипнуть в неё. Если вы скажете, что идеального там киллера не существует, то Assassin's Creed Rebellion попросят подержать её пиво. Я пробил в ней несколько месяцев. Вот мой пруф. Для поддержания интереса разработчики, например, очень хитро регулярно подсовывают вам в мелких порциях премиальную валюту. Она позволяет купить большой набор ассасин. Правда, вам придется регулярно выполнять дейлики и как можно лучше проявлять себя в ивентах. Запуск миссий, конечно же, тратит конвертики. Поэтому подожди пару часов, подкопи их и возвращайся добивать задания. В общем, хоть мне и восстание понравилось, скрывать не буду. Это лютая дочильня. В какой-то момент требование к статистикам ваших героев взлетает просто до небес. И вам приходится раз за разом переигрывать старые миссии, гринди-ресурсы, кодексы и ДНК для апгрейда. И даже тут разработчики придумали разные нюансы. О, распинаться про игру я могу в целом реально долго. Но на самом деле просто попробуйте её. Возможно, вам тоже зайдёт. А если возникнут вопросы по оптимизации действий в игре, залетайте на наш сайт и спрашивайте в комментариях у меня совета. С удовольствием помогу. И напоследок, не могу не отметить, что если вы особенно богатый человек, то восстание предлагает вам новый способ спустить деньги. Ежемесячная подписка на мобильную игру стоимостью 700 рублей, которая даст вам на 20% больше всего. Настолько я, конечно, не упарывался, но Rebellion это однозначно моё постыдное удовольствие. А под конец ролика я расскажу вам о совсем не постыдном удовольствии. Call of Duty Mobile. Эта игра настолько цветёт и активно развивается, что, вероятно, пока я буду монтировать ролик, выйдет очередной сезон, ивент или какой-то дополнительный контент. У меня, кстати, остались футажи с запуска игры, и посмотрите, как она преобразилась. Мобильная колда — это образцовый пример, как можно усидеть на всех стульях сразу. Конечно же, я имею в виду шутерные мультиплеерные стулья. Здесь тебе и обычный PvP с классическими до Call of Duty, да с матчами, захватами точек и фрифоролами, и батл-рояль, который ощущается как PUBG Mobile на максималках. В последнем сезоне в нём даже танк появился. Тут был и зомби-режим, который, как ни странно, я просто потерял в меню, хотя настройка снаряжения для него всё ещё доступна. И постоянные особые режимы, заглядывающие в игру на время. То какие-нибудь бои на одних ножах ведут, то схватки один на один. И, кстати, обычный мультиплеер здесь отдаёт не современной колдой, а той, родной сердцу времён Black Ops 2, с лёгкими нотками Modern Warfare 2007 года выпуска. И такая поддержка и постоянное запихивание контента в рот игрокам приносит свои плоды. Вон недавно игра преодолела цифру в 250 миллионов загрузок. И это вполне заслуженно. Здесь даже Season Pass, куда уж без него, стоит очень демократичные 200, ну максимум 400 рублей. Напоминаю, что в предыдущих бесплатных мобилках адекватные наборы донатной валюты стартуют от 300 и более рублей. К тому же, рано или поздно, даже эта валюта кончается. А в Call of Duty Mobile Battle Pass здорового человека, позволяющий отбить его стоимость и прикупить в следующем сезоне задарма. Хотя, возможно, я так восторженно отзываюсь об игре, просто потому что мне нравится сам геймплей. И дело вовсе не в том, что я почти каждый матч становлюсь МВП из-за легального чита. Кстати, хотите узнать о всяких разных девайсах для более комфортной игры на телефонах? Я в Китае немало такого повидал, могу рассказать. Если заинтересованы, пишите об этом в комментах. А про Call of Duty всё. И это в конступайте, да? Ну что ж, вот и всё. Обязательно расскажите, нравится ли вам такой формат, когда я чуть меньше акцентирую внимание на каждом аспекте игры и больше делюсь впечатлениями и эмоциями. А также, стоит ли дальше разбавлять ролик мульткеками. Жду вашего фидбэка, а пока позалипаю в телефон. Благо, игры у меня встановлено просто пи***ц как много. Ещё услышимся на Стоп Гейм Ру.